Глава 25. Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейший из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии, под стражу, и что он сам скоро отправится туда. И так сказав он, которые из вас могут, пусть пойдут со мной, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию, и на другой день, сев на судейское место, повелел привезти Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал, я не сделал никакого преступления, ни против закона иудейского, ни против храма, ни против Кесаря. Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? Павел сказал, я стою пред суддом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сие обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева. Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал, ты потребовал суда Кесарева, к Кесареве отправишься. Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, здесь есть человек с оставленных Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привезти этого и того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судим в этом. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражу и до тех пор, пока, как пошлю его к Кесарю. Агриппа же сказал Фесту, хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великую пышностью и вошли в судейскую палату с тысячи начальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти, и как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его пред вас и особенно пред тебя, царя Агриппа, дабы по рассмотрению было мне что написать, ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинения на него.